9 октября отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В преддверии этого события в Казанском университете состоялось ток-шоу «Активное студенчество говорит нет коррупции». Спикерами выступили руководители Республиканской молодежной программы «Не дать не взять» Алена Лапенкова, проректор по общим вопросам Казанского университета Решат Гузеров и главный советник отдела антикоррупционных проверок управления президента Республики Татарстан Равия Шерша. Весь мир сегодня осознал о том, что коррупция это плохо, коррупция это является угрозой национальной безопасности, поэтому все сегодня и государственные органы, и органы местного самоуправления, и религиозные организации, общественные организации, да и все жители у нас Республики Татарстан вовлечены в эту работу по противодействию коррупции. И сегодняшнее мероприятие это яркий пример того, что Казанском федеральном государственном университете этому вопросу также уделяет важное место. В рамках ток-шоу обсуждались темы не только касающиеся законодательства, но также и психологии поведения человека. Студенты Казанского университета задавали вопросы экспертам о том, какие методы борьбы с коррупцией существуют и возможно ли победить коррупцию. Может быть конечно мы идеализируем то, что мы когда-нибудь победим до конца коррупцию, но все-таки к этому стремиться надо, вопросов было много, видно не хватает определенного общения и с администрацией университета, и с специалистами, поэтому именно такой инфляционный голод будем стараться уменьшить и чаще встречаться. Эксперты считают, что коррупцию можно и нужно минимизировать, но чтобы это произошло, нужно проводить мероприятие по антикоррупционному воспитанию не только в университетах, но и в школах. У нас есть институт психологии образования, там есть специалисты, которые со временем будут работать в школах. Вот начинать по большому счету нужно и с наших специалистов и объяснять им, чтобы они в своих школах говорили, рассказывали о угрозе коррупции. Нужно рассказывать и объяснять это студентам, потому что многие студенты даже не знают, куда обратиться, кому пойти, чтобы рассказать о этих проблемах, которые есть. Кристина Надышина, Виолетта Басова, Универ Ньюс.